Сначала ждали, пока земля оттает после морозной зимы, теперь половину выездов прерывает дождь. В крестьянском хозяйстве партнер, которая месяц назад одним из первых в крае приступила к полевым работам, уже перешли на круглосуточный режим. Такую ясную тихую погоду этой весной можно пересчитать по часам. Дожди каждый день идут, простоев много, не успеваем по срокам. Сеялка забивается, гребет. Стоим, ждем, пока продует, а потом подсохнет и дальше вперед работаем. Начали работать на сей горох, следующий чечевица, лен, овес, ячмень. К числу 17-20 мая начинаем сеять основную культуру, основную в смысле объемов. Порядка 50% занимает пшеница. Во всем Михайловском районе под пшеницу отдано почти половина пашневой земель. Это 30 тысяч гектаров. Ненамного, но меньше, чем в прошлом году. Урезали и участки гречихи. Впрочем, она и так не занимала больше десятой части от площадей. Из-за низкой закупочной цены половина прошлогоднего урожая. Этих культур до сих пор в складах фермеров. А вот подсолнечник для Михайловских аграриев становится более привлекательным. В хозяйстве партнер на него делают ставку. Семечка востребована рынком, если, опять же, погода не подведет. Конечно, рискует. Дело в том, что на таких площадях сложно угадать ту культуру, которая будет пользоваться спросом. Соответственно, задача-то ставится больше позерновым. У нас уже сложилось, что фермера с ценовой политикой переходят и на подсолнечник. Соответственно, опять же, кто как угадает. Альтернатив у подсолнечника немного – пшеница, либо ячмень и овес в связи с климатическими условиями степной зоны. Тем не менее, подчеркивает глава района, существенных изменений в количестве посевных площадей не произойдет. Ведь если непогода затянется, а осенние заморозки придут рано, то нынешний урожай может и огорчить. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости.